Сегодня ими восхищаются миллионы, а ведь когда-то эти звезды были объектами для насмешек и издевательств. В нашем сегодняшнем видео знаменитости, над которыми издевались в детстве. Несколько лет назад Вера Брежнева дала откровенное интервью, в котором рассказала, что ее детство прошло в нищете. Это послужило причиной издевательств. У девочки были короткие волосы, она носила очки и брекеты, а сверстники придумывали обидные прозвища, не зная о том, что Вера станет одной из самых сексуальных женщин России. Мы, жалея маму, никогда не рассказывали про то, как над нами издеваются в школе и во дворе. Смеются, что едим в школьной столовой бесплатные обеды, поделилась певица. Аня Лорак в детстве прошла настоящее испытание на прочность. В седьмом классе девочку перевели из интерната в обычную школу. Именно там я столкнулась с настоящей жесткостью детей, ведь в интернате были все равны в своей нищете. А тут рядом со мной появились дети, обеспеченные, которые презирали тех, кто беднее. Это было испытание похлеще, чем голод. «Меня за глаза, а часто и прямо в лицо обзывали заморашкой, интернатской, селючкой», рассказывает Лорак. Сегодня Ирина Шейк – одна из самых известных российских моделей, но так было не всегда. В школе Иру часто дразнили. «Я никогда не нравилась мальчикам. В школе меня дразнили палкой, потому что я была высокая и худая, и чунг-чангой, потому что смуглая и губы толстая», поделилась модель. Мальчики с ее школы, наверное, сейчас сильно жалеют, что не крутили с Ириной романы. В детстве Маша Малиновская была высокой и худой, за что ее прозвали Мухомором. Школу она окончила с букетом комплексов и ужасной неуверенностью в себе. Все это привело к тому, что Маша прибегала к помощи пластических хирургов, о чем сегодня жалеет. Настя Задорожная была жертвой травли в музыкальном коллективе Непоседы. Именно там она получила прозвище «Задорога» и «Запор». «Я дурочка из кожи вон лезла, пытаясь сойти за свою. Наверное, если бы я успокоилась, от меня бы рано или поздно отстали. Но я упорно старалась быть в центре внимания. И все из-за Сергея Лазарева. Все вокруг знали, что я влюблена в Сережу», рассказывает актриса. Джордж Клуни по сей день вспоминает школьные годы с содроганием. В раннем возрасте Клуни страдал от паралича Белла, неподвижность одной половины лица, и подростки всячески глумились над мальчиком. В старших классах из-за этого дефекта Джорджу Клуни дали обидное прозвище «Франкенштейн». «Это было худшее время в моей жизни. Вы же знаете, как жестоки могут быть дети. Меня высмеивали и дразнили. Но это испытание сделало меня сильнее», — признался Клуни. Сейчас одноклассники Клуни могут ему только позавидовать. В школе Тома Круза считали умственно отсталым, поэтому одноклассники унижали его. Виной всему была дислексия, из-за которой Том говорил с акцентом, читал по слогам, а на бумаге вместо букв выводил каракуль. Кроме того, он был гораздо ниже своих сверстников, поэтому не бил его в то время только ленивый. В какой-то момент Круз начал нападать первым, и недоброжелатели довольно быстро от него отстали. Шарлиз Терон росла в семье агрессивного алкоголика. Ее мать, защищаясь, застрелила отца девочки. Несмотря на то, что суд признал факт самообороны, Шарлиз стали называть дочерью уголовницы. Но самое страшное, что к травле присоединились и учителя. Зато сегодня Шарлиз — одна из самых желанных и красивых женщин Голливуда. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.